Разработка интегрированного подхода к расширению программы по энергосбережению или энергоэффективность в школах – так называется проект по бережливому использованию энергоресурсов, который реализуется в учреждениях образования Республики Беларусь с 2013 года. Проект финансируется Евросоюзом, исполняющей организацией является Организация Объединенных Наций, а Национальное исполняющее агентство – Департамент по энергоэффективности Госстандарта Республики Беларусь. Витебский государственный профессиональный технический колледж машиностроения имени Шмурева на конкурсной основе стал одной из четырех пилотных площадок для реализации проектной инициативы. Проект «Энергоэффективность в школах» многокомпонентный. Одно из инновационных направлений – использование подхода территориально ориентированного развития с целью вовлечения местного населения в процесс реализации проекта «Информирование и обучение населения по вопросам энергоэффективности». Работу педагогов и учащихся колледжа уже сейчас можно назвать результативной. Очень интересен подход в работе колледжа как с педагогическим составом, как с учащимися, так и с теми, кто прямо или косвенно относится к колледжу, кто проживает на территории, прилегающей к колледжу. Работа с семьями, работа с учащимися. Те акции, те мероприятия, которые проводит колледж, они достаточно инновационны. И своей простотой они сначала могут обмануть, потому что мы ожидаем каких-то грандиозных действий для того, чтобы население вдруг осознало, что экономия, бережливость и энергоэффективность – это совершенно разные слова, термины. И важно понимать их разницу и понимать, каким образом, какие меры мы можем осуществлять у себя в быту для того, чтобы те же лампочки самые простые, дешевые, которые привыкли люди покупать, заменить на более дорогие. Но понимать, что выгода и экономия потом каждому в кошельке будет достаточно существенной. Для того, чтобы учащиеся колледжа могли нести просветительскую миссию, должно поменяться и их собственное сознание. На формирование качественно нового отношения ребят к энергетическим ресурсам направлены многие мероприятия в колледже. В рамках проекта «Энергоэффективность в школах» сформированы кружки технического творчества и объединения по интересам. Здесь учащиеся не только получают навыки профессионального мастерства, но и приобретают знания по энергосбережению в быту. На заседаниях технического творчества изготавливаются экспонаты, связанные с энергосбережением как в быту, так и на производстве. Одним из экспонатов, который был представлен на многочисленных выставках, является «Зеленый дом». Проект «Зеленый дом» предусматривает энергосберегающие компоненты, которые будут экономить как электроэнергию, так и тепло, так и водоснабжение. За счет установки дополнительного оборудования, которое будет контролировать, фиксировать и предупреждать о переизбытке, об экономии и о работоспособности проекта в целом. Одной из инноваций педагогов колледжа – уроки с уклоном в энергосбережение. Их проводят преподаватели разных дисциплин. В практике и теории своих предметов они используют дидактические материалы, связанные с энергоэффективностью. Преподаватели разрабатывают элементы урока так, что примеры приводятся из темы энергосбережения. Одной из современных форм работы с учащимися – это была организация проведения интерактивной игры «Насколько ты знаешь, энергосбережение», где соревновалась команда педагогов и учащихся. И как оказалось, в результате этой игры и учащиеся, и педагоги как совершенствовали свои знания, так и получили новые знания по теме энергосбережения. А главное – получили желание дальше участвовать в таких интерактивных играх. Мы приглашаем всех, кого заинтересовали наши мероприятия, зайти на наш сайт шаг.бел, посмотреть мероприятие, выбрать себе интересующее мероприятие и принять в нем участие. В рамках реализации проекта «Энергоэффективность в школах» педагогами и учащимися колледжа проводятся мероприятия по информированию и обучению населения по вопросам энергоэффективности. Например, в рамках акции «Экономим для себя» наглядно была показана выгода от использования светодиодных лампочек в быту. Я даже не могу назвать всех педагогов, которые с нами работают, потому что они внедряют инновации, они дают новые совершенно подходы не только для педагогов и учащихся в своем колледже, но они это стараются применять и в работе с населением. И поскольку учреждения образования у нас всегда центры, не просто образователи, но и центры работы с социумом нашим, то информация, которая идет от них через детей, через семьи, мы таким образом можем обеспечить эту информационную базу, важную информацию дать тем людям, которые не всегда еще осознают, где они положили деньги, а где они их потом могут потерять или наоборот куда вкладывать, чтобы потом больше приобрести. В учреждении образования Витебский государственный профессионально-технический колледж машиностроения имени Шмырева и учебные занятия, и вспомогательные мероприятия нацелены на бережливое отношение к энергоресурсам. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов должно стать не только экономической необходимостью, но и частью образа жизни.